Измеритель сопротивления заземляющих устройств ИС-06, производства компании Радио Сервис. Прибор предназначен для измерения сопротивления элементов заземления по двух- и трехпроводным методам, а также для измерения амплитудного значения напряжения переменного тока. Диапазон измерения сопротивления от 0,01 Ом до 10 кОм. И переменные напряжения от 1 до 300 В амплитудного значения. В комплекте с прибором идет батарейный отсек и смена элементов питания. Пять батарей типа АА номинальным напряжением 1,5 В. При использовании низкотемпературных литиевых элементов питания прибор может работать от минус 25 до плюс 55 Г. Для подключения батарейного отсека нужно открутить 4 винта на задней крышке прибора. Подключение происходит до щелчка клеммника. Время готовности прибора после включения не более 3 секунд. Кнопка режимов работы двухпроводный, трехпроводный и кнопка измерения. Также данной кнопкой корректируется 0. Вычитается из результатов измерения сопротивление из мытных проводов. Сейчас будем измерять сопротивление данного контура. Для этого забиваем два штыря перпендикулярно нашему контуру заземления в одну линию. Потенциальный штырь, который ближе к нам, и самый дальний токовый. Для подключения к штырям в комплекте есть две катушки по 20 метров. С красным и синим проводом. С силиконовой оболочкой, которая не ломается на морозе. Для того, чтобы провод не мешал при разматывании катушки, мы его временно подключаем вот сюда. После разматывания катушки подключаем клеммник под разъем банан в торец штыря. Теперь подключаем токовый потенциальный штырь к прибору. И при помощи полутораметрового кабеля, который идет в комплекте, подключаем контур через крокодил. Перед тем, как подключить прибор к контуру заземления, его нужно зачистить от ржавчины. После этого подключаем прибор. Либо можете приобрести дополнительный аксессуар струбцина, где зачистка не требуется, так как острый наконечник струбцины надежно прокалывает окисел. Выбираем у нас трехпроводный режим и нажимаем кнопку измерения. При желании вы можете делать корректировку нуля, чтобы сопротивление измерительного кабеля не входило в результат измерения. Для этого подключаем ее в потенциальный разъем, в токовый потенциальный. И нажимаем кнопку измерения и держим более двух секунд. Также это мы наблюдаем по индикатору, мигающему корректировкой нуля. Померяем сопротивление кабеля. Теперь при измерении он не будет учитываться в результате измерения. В базовый комплект поставки ИС-06 входит сумка, прибор, батарейный отсек, пять сменных элементов питания типа АА, полтора вольта, две катушки по 20 метров, кабель измерительный полтора метра, зажим изолюбленный типа крокодил. Дополнительный комплект поставки входит два штыря из нержавеющей стали, длиной один метр, провод полтора метра со щупом для работы по двухпроводному методу и струбцина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...